Часто бывает такое, что человек говорит, то есть бывает, что я люблю своего брата, я тянусь к нему, но он меня меньше любит, чем я его. Я его больше люблю. Почему он меня не любит так же, как и я его люблю? Вот таким людям хотелось бы тоже привести хадис, где пророк Мухаммад сказал, то есть получается, даже если человек больше любит своего брата, чем он его, он будет в выигрыше. То есть так-то кажется, я к нему так отношусь, я его люблю, но он взаимностью не отвечает мне, почему так? Но ты в выигрыше. Почему? Потому что пророк Мухаммад сказал, Если друг друга двое полюбили ради Аллаха, то лучший из них перед Аллахом, тот, кто больше любит своего брата, нежели он его. Субханаллах. Поэтому можно обрадовать рабов Аллаха, того человека, если ты больше любишь своего брата ради Аллаха, чем он тебя, то ты ближе к Аллаху, субханаллаху. Также тот человек, который любит своего брата ради Аллаха, то этот человек, помимо того, что мы упомянули, он также прочувствует сладость веры. У веры, у имана есть сладость. Как бывает, например, вода, она прекрасна, когда ты пьешь, то есть утоляешь свою жажду, какую-то еду кушаешь, есть вкус. Также у веры есть вкус. Об этом сообщил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, потому что любовь, она исходит из сердца, и человек в сердце прочувствует сладость веры. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть прочувствует сладость веры, тот человек, который любит Аллаха, и посланник его больше, чем все остальное, и когда человек любит своего брата только ради Аллаха, он прочувствует сладость веры, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, И также человек, когда не любит, не желает вернуться в неверие, в грехи, после того, как Аллах, Субханал Алина, спас его от этого, подобно тому, как не желает быть брошенным в ад, то эти люди прочувствуют сладость веры. Следующий пункт, то есть если человек полюбил своего брата ради Аллаха, то желательно сообщить ему об этом. Скажите, брат, я люблю тебя ради Аллаха. Субханал Алина, посланник Аллаха, когда провожал Муаза бин Джаббаля в Йемен, взял его руку в свои две, ядейны шарифатейн, в свои две руки, пророк Мухаммад, Субханал Алина, положил его руку и сказал, в Аллахи инни ла ухиббука, я Муаз, в Аллахи инни ла ухиббука, я Муаз, в Аллахи инни ла ухиббука, я Муаз, клянусь Аллахом, я люблю тебя, Муаз. Посланник Аллаха говорит Муазу, клянусь Аллахом, я люблю тебя, Муаз, клянусь Аллахом, я люблю тебя, трижды повторил, это мукадема. То есть как он начал, после этого начал давать ему наставление. И посланник Аллаха, сказал, то есть если кто-то из вас полюбил своего брата ради Аллаха, то пусть он ему скажет, что он любит его ради Аллаха. Пусть он ему в глаза это скажет, сказал посланник Аллаха, в хадисе, который приводит имам Ахимад, Если кто-то из вас полюбил своего брата ради Аллаха, пусть он придет к нему в дом специально только ради этого и скажет, брат, я тебя люблю ради Аллаха. Это не мои слова, братья мои. Это слова нашего любимого посланника Аллаха, который ни одно слово не сказал от себя. Поэтому именно вот это положение брата в исламе, это не просто какое-то айдара, какие-то торговые взаимноотношения. Вот брат есть, мы вместе дело делаем. Как часто бывает в последнее время, кидают. Человек доверяет другому брату. Сейчас сколько, много пошли, разные фонды, какие-то, как они называются, хедж-фонды и так далее. Сколько люди вкладывают, им доверяют. То есть внешний вид, они такие все богобоязненные, так все это в конце берет, субханаллах, и кидает его. Субханаллах. То есть неужели это братство ради Аллаха? Об этом говорил постальник Аллаха саллаху. Где оно, любовь ради Аллаха? Где оно, братство ради Аллаха, субханаллаху атеалла? Поэтому также любовь ради Аллаха, братство, это не какие-то чувства внутри человека. Поэтому это поступки дела, которые исходят из глубины сердца. И человек, если в этой жизни любил своего брата ради Аллаха, так же он в судный день вместе с ним будет. Как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, человек будет с тем, кого он любит. И наби, саллаху алейхи салям, посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, при жизни очень скучал по братьям. То есть по нам с вами. Посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, один раз сидел среди сахабов и сказал, Я соскучился по своим братьям. Тогда подвижники удивились, по каким братьям мы рядом с ними спросили, Не мыли твои братья у посланника Аллаха? На что посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, ответил, Вы мои сахабы, вы мои сподвижники. А мои братья, это те, которые придут после меня, уверуют в меня, не увидев меня. Поэтому, уважаемые братья Мухаммада, саллаху алейхи салям, мы должны, то есть именно, и внимательно относиться к вопросу любви, отношениям друг к другу ради Аллаха, субханаху алейхи салям.